Я влияю на память, отвечаю за эмоции и настроение, составляю 80% иммунитета, а еще имею больше нервных клеток, чем спинной мозг. Так мог бы сказать о себе наш кишечник, если бы умел. Об этих и многих других фактах о работе очень важного органа в нашем теле написан вот такой томик. Кстати, самая популярная нонфикшн-книга в континентальной Европе. Давайте полистаем. Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами? Научно-популярная книга немецкого ученого Джулии Эндерс. Впервые издана в 2014-м, через два года переведена на русский. Всего в мире продано более двух миллионов экземпляров. Даже не верится, что для автора это был писательский дебют. Весь сюжет книги сосредоточен на кишечнике, деятельность которого влияет на человека сильнее, чем можно себе представить. Оказывается, от этого органа зависит не только физическое самочувствие, но даже наши эмоции и настроения. Например, отдельную главу посвятили связи кишечника и депрессии. Большинство критиков, близких к медицине и вообще никак не к ней не относящихся, отмечают увлекательный стиль автора. Сложные медицинские явления ученый подает легко и с юмором, хотя многие темы в книге достаточно деликатные, но от того не менее важные. Как отмечают некоторые читатели, если попробовать следовать советам, то жизнь станет комфортнее. Но есть врачи, которые приняли книгу в штыки. Нашли в тексте расхождение с отечественной наукой и фактические ошибки. Хотя часть недочетов все же допустил не автор, а переводчик. В оригинале все как надо. И все же для обычного читателя без медицинского образования, думаю, такие факты не критичны. Здесь важнее не точные формулы, а общее понимание, что, зачем и как работает. Книга очаровательно повествует о сокровенном, а после прочтения хочется бережнее и уважительнее относиться к своему внутреннему миру. Читать или не читать – решать вам. А у меня на этом все. До встречи в четверг.